всем привет вчера мы приехали в рим не успела вообще ничего снять потому что очень поздно приехали в аэропорт варшаву и не спали практически всю ночь немножко у нас задержался рейс потом мы гуляли и кушали может вставлю какие-то вставочки со вчерашнего дня заселение у нас только с 3 часов дня было сегодня тоже будем гулять смотреть всякие достопримечательности так что увидимся скоро это наш хостел можно сказать квартира просто и у нас здесь своя комната это общая зона столовая кухня там всякие штучки для готовки это видимо для тех кто убирается здесь туалет ну туалет конечно пипец такой старый как из двухтысячных зато есть беде это плюс пока комнату не буду показывать это у нас там вообще не прибрано абсолютно тут есть балкончик свой вот и такой вид у нас и ворон сидит но это статуя естественно вот так вот я с утра собралась накрасилась сегодня вот такой вот у меня лук макияжный лук и синяя кофточка вот даже не знаю что сегодня будем делать бахтер хотел в разные музеи пойти ну там один из них закрыт скорее всего мы поедем ватикан посмотрим секстинскую капеллу потому что прошлый раз я была в ватикане но секстинскую капеллу не смотрели с родителями я точно вот не помню вроде нет и что еще в колизей возможно сходим во внутрь вчера мы так его пришли мимо во внутрь не заходили вот я не помню в 2020 году вроде бы то нельзя было заходить потому что там была реставрация сейчас там тоже реставрация но люди людей мы видели внутри именно туристов не рабочих естественно у нас здесь всего лишь сколько два полных дня 23 мы уже улетаем обратно в варшаву и оттуда в лодь сегодня 21 декабря не знаю мне очень понравилось мы вчера ходили в супермаркет там такой большой выбор боже столько всего там морепродуктов столько я вот сейчас ставлю мне кажется ставку там прям я не знаю ну и это еще малая часть из всего что там есть потом мы кушали в ресторане вчера пасту я взяла просека бахтиар взяла пиво в общем круто красиво мне очень нравится я прям рада что я вернулась я обещала себе вернуться в этот город и вот спустя два года два года три года три года три года я вернулась надеюсь мы сюда чаще будем приезжать и в другие города италии потому что очень интересно их поизучать это я болтаю много все скоро увидимся еще у нас здесь есть даже своя кофе-машинка это типа капсулы с кофе их вот надо вставлять сюда вот так вот эти капсулы выглядит и вставляешь и вчера понятия не мило как этим пользоваться посмотрела туториал на ютубе и теперь я все знаю в общем нужно нажать эту кнопочку стаканчик естественно под кофе и еще раз фейл ладно запах вообще очень вкусный и это у нас эспрессо у нас сейчас только завтрак поэтому делал кофе у нас обоих как вкусно пахнет в общем здесь вот такой лифт он мне напоминает фильм титаник сейчас боксер нам продемонстрирует покручи ручку ой раз в общем мы зашли в фото будку вот на шее Такие снимочки должны получиться. Так прикольно, не знаю. Прям как в фильмах. Готово. Ну-ка. Классно. Всего лишь 2 евро. Смотрите, какая красота. Вот такие снимки получились. На первом снимке, посмотрите, я Касаня. Ужас. Ну ладно. Зато запомнится. Мы идем в туристический центр. Чтобы купить билет на 2 дня на общественный транспорт и на достопримечательности. И снова проходим мимо Колизея. Вот здесь мы взяли специальные такие билеты на 2 дня. Они дают нам проезд на весь общественный транспорт. И первый поход в Колизей бесплатно получается. Ну, 4 евро точнее. Вот. Я, скорее всего, оставлю какой-то адрес, где вы можете купить это. Мы прошли. Нам сказали, что лучший певец в мире это Димаш. Триумфальная арка Константина. Нам нужно вот сюда пройти, чтобы зайти внутрь. Видимо, этот билетик, он дает еще пройти вообще без очередей. Не знаю, я в шоке, потому что здесь практически... Ну, это мало людей еще считается. Но, несмотря на то, что мы прошли без очередей, в самом Колизее было очень много людей. И также здесь находится музей археологических раскопок. Было очень интересно посмотреть и почитать информацию. Есть такие высокие потолки. Это просто что-то. И немножечко общей информации. Кто, возможно, не знал, Колизей — это одно из рукотворных чудес света. Это амфитеатр, который расположен в Риме. Он был построен в 70-х, 80-х годах нашей эры. Его вместимость — около 50 тысяч человек. Ну и, конечно же, он больше всего известен благодаря гладиаторским боям, которые там проходили. Это подземный этаж, где подготавливали бойцов и животных. Отсюда очень хорошо видно эту арку. Что-то делает Кыт. В общем, он супернедовольный. Это лифты, на которых поднимали гладиаторов и животных. Вот это вот арена. Ну, по крайней мере, по всяким рисункам мы так подняли. Интересненько. Мы вышли из Колизея. Сейчас пойдем в Палантин или в Римский форум, что ближе будет. Тимфальная арка Тита или Титуса, не знаю. В английском Титус или Титус, не знаю, короче. В эту экскурсию, в общем, входит еще Палантин и Римский форум. Это, типа, ванны какие-то какого-то лагобауса. Местная рыб-звезда, походу. Ага, ошибка перевода. Вот так вот это должно было выглядеть. Выглядеть сейчас вот так. В общем, мы как-то сбоку обходим Палантин. Здесь вообще нету людей. И это немножечко напрягает. Шикарный вид. Фонтан, Палатина. Очень красиво. Здесь мы поднялись в Фернесский сад. Это первый частный ботанический сад Италии. И больше всего нас удивило то, что в саду росли мандарины прямо на деревьях. И люди явно их срывали и кушали, потому что мы находили очень много кожурок от очищенных мандаринов. Палатин. Веселим на ладони. Так как было уже около 4 часов дня, все закрывалось, так как в Европе темнеет достаточно рано. И мы пошли дальше по своим делам. Мы находимся на вокзале Термини. И здесь типа как торговый центр. Зашла Виктория Сикрет. Купила себе духи. Мы идем к фонтану Тереви. Мы взяли вот такое мороженое. Ну-ка покажи свое. Красота. Хаев. Фонтан Тереви. Какая красота. Сейчас будем кидать монеты. Это холодно. Мы догадали желание. О какое говорить не буду. Сейчас уже, наверное, будем потихонечку домой ехать. Я думаю, за сегодня так устали уже. Ноги болят. Пора отдыхать. Бахтиар подарил мне розу, но не по своей воле. Второй раз. Она даже не пахнет. Она даже не пахнет. Мы уже дома. Вот такой вот небольшой набор продуктов. К нам обошелся 13, почти 14 евро. Так вот. Будем ужинать. Купили равиоли. Да, о боже. Это бедная роза. Нам ее впарил мужик какой-то. Вообще бедяц, конечно. Ну ладно. Будет украшать наш хостел. Вот так вот. Жалко, что вчера не сняла, что мы купили. В общем, сыр. Он с перцем. Там около 3 евро стоил. Оливки. 1 евро. И равиоли. Рикотта и шпинат. И еще у нас была пачка. Мы ее вчера съели. Там что-то с беконом, что ли. Вот. А сегодня вот такие попробуем. Не знаю. Даже не помню, сколько они стоили, честно говоря. Но цены, конечно, дороговатые. Доброе утро всем. Мы направляемся сейчас в Ватикан. Уже позавтракали. Добрались с пересадками на метро. Тоже сегодня были. Идем в Ватикан. В общем, мы были в каком-то магазине. Как я поняла, импортных товаров. Я взяла такую шкаладку прикольную. Вот. Классный магазин. Тут, по-моему, все есть. По дороге в Ватикан мы наткнулись еще на несколько таких магазинчиков. Все украшено в многогоднем стиле. Было очень-очень мило. Как солнышко сегодня. Печет прям. Мы сняли куртки свои. Мы в Ватикане. Вот так вот пересекли границу. И в новом государстве. Но, к сожалению, Севсинскую капелу мы сегодня не посмотрим. И завтра. Потому что у нас еще есть другие планы. Вот так вот. Вообще красота такая. Ёлочка стоит. Фонтан. Этот папский собор. Или забыла, как он называется. В общем, шикарно. На самом деле, это не папский собор, конечно же, а собор Святого Петра. Католический собор. Центральное, наиболее крупное сооружение Ватикана. Блин, как же мне комфортно. Их постоянно, каждый день кто-то снимает. Ну, прикид вообще, конечно. On top, как говорится. А это памятник, посвященный мигрантам и беженцам всех времен. Называется Ангелы не знают. Такая здесь инсталляция рождения Иисуса. В общем, мы погуляли, посмотрели немножко. Теперь поедем в базилику. Ой, как? А галерея... Как называется? Баргера. Блин, вот галерея. Галерея Баргезе, в общем, это музей. Бахтяр очень хотел туда поехать. Мы направляемся в галерею Баргезе. Вот и вилла Баргезе. Галерея Баргезе – это частная художественная коллекция семьи Баргезе. Она находится на территории парка Вилле Пинчана, то есть Вилле на холме Пинчо. Здесь на кадре вы можете увидеть кардинала Шепиони Баргезе, который положил начало семейной художественной коллекции. Он был большим почитателем античного искусства, в частности, творчества Караваджо. Вот такая вот статуя. В общем, мы посмотрели на очень большое количество мраморных скульптур. Большинство из них относятся к 17 веку. Но я немного боялась их снимать, потому что неизвестно, возможно, это видео вообще могут заблокировать, потому что там очень много оголенных частей тела. И больше всего мне понравились расписные потолки. Я думаю, чтобы создать что-то такое, нужно очень много времени и сил. Новый сфинкса здесь, я увидела, не ожидала, честно говоря. Здесь какие-то египетские узоры. Прикольно. И, конечно же, я удивилась египетскому залу, потому что контраст просто максимальный. Какой добрый сфинкс. Улибашка. А это зал, посвященный картинам Караваджо. Честно говоря, я ничего о нем не знала, кроме того, что в сериале «Что мы делаем в тени» была вот эта вот его картина, потому что больше по живописи у нас бахтиар. Но больше всего меня поразила вот эта роспись на потолке, которая называется «Плафон», как я узнала позже, потому что было ощущение, что это что-то 3D-шное, то есть как будто бы оно двигалось, пока ты идешь и рассматриваешь эту роспись. Иоанн Креститель. Мы вот вышли. Было очень красиво, интересно. После этого мы поехали домой и зашли в ресторан, который находился прямо рядом с нашим хостелом. Называется «Аранчина Мата». Доброе утро. Сегодня мы уже уезжаем обратно в Польшу. Вчера посетили виллу Боргезе, потом поехали в сторону дома. В ресторане там поели. И все. Вот, собираем вещи потихонечку, потому что нужно еще доехать до аэропорта. Вот. Вот и закончилось наше путешествие. Кто покупал билеты на Плэксбаз, здесь остановка, там отель Royal Santino, по-моему, называется. Вот. То есть это не прямо на термине, а тут чуть-чуть надо пройти дальше. Мы приехали в аэропорт немножечко, чуть позже, чем планировалось. Должны были в 12, сейчас 12-15 где-то. Вот. Так что имейте в виду. Вся эта информация в конце для тех, кто будет выезжать из аэропорта Чампино. И самый дешевый билет можно приобрести через Фликсбаз. Спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. И с наступающим Новым Годом! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok